Всем утро, у нас очередной рассвет, а мы едем на экскурсию. Мы ждем машину, которая нас заберет. Я надеюсь, машина и сюда подъедет, потому что здесь не очень все понятно со въездом в отель. Почесаться пришел об дерево. Ну все, в путь. Так, ну что, полтора часа в дороге, мы приехали на завтрак. Индийский автобус – это, конечно, особый вид удовольствия. Я теперь понимаю, почему здесь так хорошо развито такое явление, как йога, как массаж. Потому что после каждого лежачего полицейского позвоночник утекает непонятно куда. Мы приехали в кафе. Здесь у нас будет южно-индийский завтрак, вегетарианский. Вроде бы лепешка с соусом чатни и какие-то пончики, которые тоже выпекаются без яйца. И поэтому в качестве связки туда добавляют банан. В общем, с бананом и муки по факту. Игорь и чай принесли с мухой. Тебе за это два теперь должны так. Соус чатни с семенами горчицы или какая-то картошка. Есть это надо вместе. Лепешку, соус, все руками. А вот это пончики, которые с бананом. Кстати, завтрак был вкусным. Конечно, это вообще одно мучное, просто одно мучное. И было удивительно, что в этих пончиках пончик сладкий, пахнет бананом и в нем зира. А вот это, ребят, курилка. Это чтобы полностью отбить желание курить. Едем мы вот на таком автобусе. И еще раз скажу, индийские автобусы обожаю. Еще с прошлых экскурсий. А нам еще так в кавычках повезло. Ну, с одной стороны повезло, нас последними забирают. Потому что мы ближе всего к Карнатаке расположены, наш отель. А с другой стороны оставшиеся места были только в самом-самом заднем ряду. Ой, мы там веселимся. Смотри, там сумка продается, как мы наволочку купили. Как будто к наволочке просто пришли и ручки. Мы тебя оставим, ждем чувства. Интуизм. Принято называть Рубей. Хотя на самом деле я бы сказала, что это какое-то философское течение жизни. Ну что, друзья, мы приехали в Мурдэшвар. Правильно, оказывается, так говорить. Мурдэшвар. Ехали мы сейчас, наверное, где-то час сорок, час пятьдесят. И все это время наша гид Наталья нам рассказывала про религию, про индуизм. Господи, я заслушалась. Я заслушалась. Мне так это все интересно. Интересно с познавательной точки зрения, естественно. Но для меня индуистская не религия, а философия. Она тоже говорит, что это скорее не религия, а философия. Она для меня настолько запутанная, что у меня в голове не складывались пазлы. А тут все сложилось. Потом расскажу. Мы приехали. Сейчас подойдем к более правильному ракурсу. Но мы приехали к статуе Шивы. Статуя 37 метров в высоту. И она расположена на холме. Паломники должны на этот холм подниматься пешком и босиком. Нас, конечно, сюда привезли на автобусе. И существует легенда, описанная в эпосе Ромаяма. Но часть этой легенды говорит о том, что здесь находится одна из четырех частей, отколовшейся от Шива Ленгама, которая сейчас находится в Хампе, в Шива Ленгам. Вообще поклонение богу Шиве идет именно через Ленгам. Ленгам – это мужское естество, скажем так, внутри женского естества. То есть это начало всего живого. И жена Шивы Парвати как раз это богиня природы. Кстати, Шива и Парвати считаются идеалом семьи, потому что у них был хороший брак и трое детей. И так есть бог Абсолют. Это то, что невозможно осознать, невозможно воспринять. Это не помещается в человеческое сознание. И этот бог Абсолют делится на три более понятные ипостаси, скажем так. Это Брахман, это Вишну и это Шива. Вот сейчас мы у Шивы. Брахман, он, кстати, с Рудракши. Смотри, реально он на груди Рудракши. Давайте я начну с конца. Бог Шива, почему он наиболее почитаемый здесь? Почему шиваизм более распространенный в религии? Потому что, во-первых, он не особо требовательный. Это вообще-то бог разрушения. Он танцует свой танец разрушений, но он разрушает только то, что уже отжило свое для того, чтобы на этом месте появилось что-то новое, хорошее. Плюс бог Шива наиболее почитаемый здесь именно из-за того, что это единственный из индуистских богов, которые существуют здесь с нами сейчас. Он живет на горе Кайлаш, которая сейчас находится в Тибете со стороны Китая. И своим третьим глазом видит, что происходит в мире. И когда он видит, что в мире происходит все очень и не очень, он этот мир разрушает для того, чтобы на этом месте появился новый мир. И он это делал, по поверью, может 108 раз. И каждый раз, когда он разрушает этот мир, у него из глаз скатывается слезинка. Слезинка превращается в Рудракшу, и поэтому у него на груди висит такое ожерелье, и сталоось миру Рудракш. Мы сейчас пойдем внутрь. Здесь рассказывается часть вот этой легенды, как Шива летгала. Рава, она совершает свою первую эскезу здесь. Это все фигурки из папье Масса, я просто рассказываю еще легенд. Вот смотрите, так изображается бог Вишну, чтобы его можно было узнать с четыре руки. Он часто в капюшоне кобры как будто лежит на змее. У него раковина в руке морская. На указательном пальце, я забыла, как называется эта вещь, но это обозначает харму. Харму. Это означает, что человек должен заниматься своим делом, своим предназначением. И его жена богиня Лакшми, массирует ему ноги. Здесь Равана пришел к Вишну и просит себе жену Вишну Парвати. А боги не имеют права отказывать. Они должны выполнять все просьбы. Здесь Парвати превращается в Кали, в богиню Кали. Вот она, видите, такая страшная. Но она страшная, потому что она защищала своих детей. То есть, когда детей угрожали убить, она становилась вот такой. В Индии люди были необразованными. И вот таким образом они обозначали различных богов, полупогов. Чтобы можно было понять, к кому человек обращается. Вот, допустим, видите, много рук. Он очень силен, много голов. Он очень умен. Это бог Ганяш. И, кстати, бог туризма. Бог удачи, бог туризма. И третий ребенок бога Шивы. И его жены, богини, плодородие Парвати. Быка, видите, это ездовое животное как раз Шивы. Почему корова здесь так почитаема, да? Потому что это ездовое животное бога Шивы. Очень красивый ракурс как раз, чтобы Шивы снизу фотографировали. Хорошо. А потом вы уже подниметесь туда. Я забыла, как называется эта башня. Эти башни выстраивались. По идее, вот над воротами нужна маленькая башенька. А здесь настолько размахнули, что башня вот такая получилась. Кстати, это все новодел. Это все 2002 года постройки. Построено меценатом индийским, который очень много делал для индийского народа. И делает, по-моему, до сих пор. Дороги, школы, храмы. В общем, все, что зарабатывает, тратит на благоустройство своей страны. Хороший ракурс здесь. Итак, что я запомнила. Есть великий абсолют. Абсолютно, абсолютно, абсолютно не познаваемый. Его не может вместить человеческое сознание и восприятие. Поэтому абсолют делится на трех более понятных богов. Первый бог – это Брахман. Это создатель мира. Он никак не участвует в жизни людей. Вот он создал мир. Все замечательно. И жена его – Сарасвати, богиня Сарасвати. Это богиня литературы, искусства, культуры и науки. Следующий бог, уже более почитаемый в Индии – это Вишну. В Вишну приходит время от времени на землю и помогает людям. У Вишну много аватаров. Аватар – это когда он воплощается в кого-то, проживает жизнь этого кого-то и своим присутствием на земле помогает. У Вишну как минимум 10 аватаров. Десятый, кстати, еще никто не видел. Но я запомнила, что он там и в рыбу, и в птице перевоплощался. Но последние аватары – это бог Рама, бог Кришну. Кришна. И более того, интересно то, что индуизм не отрицает никакие другие религии, потому что это что мусульманство, что христианство, оно очень пластично, очень гармонично вписывается в индуизм, потому что Иисус Христос и пророк Мухаммед считаются тоже одними из воплощений бога Вишну. То есть они тоже пришли на землю, прожили свою жизнь и помогли людям. Жена богини Лакшми. Жена Вишны богини Лакшми. Лакшми – это денежки, богатство, достаток. Вот все такое. Ну и третий бог – это как раз Шива. Шива и его жена Парвати. То, что я вам уже до этого рассказала. Богов на самом деле в Индии великое множество, и даже, по-моему, никто четко не знает, сколько именно. Мало того, что боги, естественно, полубоги. Там бог солнца, бог ветра, там еще боги чего-то, да. Часто бывает там в одной семье люди поклоняются разным божествам. Кстати, вот все, что касается богини Парвати, это религия самая древняя. Господи, я забыла, как она называется. Все, что касается энергии. И говорит, что эта религия начинала угасать, но ее стали возрождать как раз европейцы, которые стали заниматься различными практиками. Йога, мантры и различные виды взаимодействия с энергиями. Кстати, а, вот это перед праздником, видите, они ее подчищают от черной плесени. Здесь очень много черной плесени в Индии от влажности. И, по-моему, с 6 или 7 марта тут празднование как раз бога Шивы. Они ее приводят в идеальный вид. Интересно, такую вещь еще рассказала наша Наталья Гид, что вот эта гора Кайлаж, где обитает Шива, она в высоту 6666 метров. Там никто не был. А если там кто-то и был, то не вернулся оттуда. И вот до Бермудского треугольника 6666 километров и до Египетских пирамид тоже 6666 километров. То есть это по факту такой треугольник получается. Кайлаж, Бермудский треугольник и Египетские пирамиды. Ну, а мы сейчас будем подниматься на лифте, как я понимаю, вот туда наверх. Везде надо ходить босиком. Дверь какая. Дверь волнит. Так, мы поднялись на лифте на 18 этаж. Это не смотровая площадка. Здесь окна. Спросите, почему здесь окна? А чтобы люди не падали вниз. Потому что, как оказалось, самоубийство здесь не только не запрещено, но и во имя Бога у фанатиков даже поощряются. Игорь, если не рано разбудили. Нас, кстати, не рано разбудили. Вот те, кто с севера ехал, вот тех очень рано разбудили. А мы были самыми ближайшими к Каратике. Так что, если вы на юге живете, эту экскурсию вообще удобно брать. Так, мы сейчас идем в храмовый комплекс. И там, ребят, снимать, фотографировать нельзя, потому что священное место. В другом, во втором, по-моему, комплексе можно будет снимать. Я там немножко пофотографирую. Видите? Что ты сказал? Где ружье? Он ружье требует, прикиньте. Я получила благословение, мне тику поставили на лоб. Игорь теперь говорит, а где ружье? Типа метка-то уже есть. Стрелять можно. Вот смотрите, как раз нарисован танец, изображен танец разрушения. Здесь алтарная зона Бога Ганеса. Там внутри алтарная зона. Кто хочет, туда заходит, молится, гоняши. Потом надо обязательно сделать круг почета. Здесь изображен благословенный сад. И то, к чему стремится каждый верующий, преодолеть круг сансары. И перестать сплощаться. Здесь маленький храм Хануману, бог обезьян. Золотые колесницы. Но здесь, видите, все либо за стеклом, либо за решеткой. Плохо видно. Здесь богиня Парвеце. Обряд такой. Подойти киноденежку. Там специально есть место. Позвонить в колокол и обойти вокруг этого маленького храма. Так, ребят, смотрите. Это священная деревья за знаком Хома. Видите? Это туласи. По факту обычный базирик. Кустовой только. У каждого индуиста он обязательно есть в семье. Свастики не пугайте. Свастика – это знак. Поэтому больше 10 тысяч лет. И он сугубо положительное значение в индуизме имеет. И у него кончики развернуты в другую сторону. А вот это чей портрет? Это портрет как раз этого мецената, который построил весь этот комплекс. В индуизме также все делается правой рукой, правой ногой. То есть, если порог вы перешагиваете, то правой ногой. И если денежку там даете, то правой рукой. Потому что левая сторона нечистая. У нас, кстати, тоже сохранилось это в языческих времен. Через порог не приступай. На пороге не стой. Вещи через порог не передавай. Потому что раньше, если не было возможности нормальным захоронить умершего человека, его хоронили под порогом. И были низкие входы в здание. Именно для того, чтобы отдавать почесть, поклоняться, когда входишь в дом. Ребят, я за правильные ответы по индуизму, которые нам задавалась сейчас Наталья. Получила от нее подарок мороженку. Вот опять нам сказали, что все делать из буйволинового молока. Как я вам и рассказывала, что оно более насыщенное, более вкусное. И здесь не корова дает молоко, а вывалится. Жарко безумно. Я с точкой. С тикой. Мороженое мега вкусное. И с орешками еще. Едем в Гакарну. Будем на крутую площадку. Въезжаем в Гакарну. Так, мы приехали в Гакарну. Первая мысль. Чауди. Ну что, ребят, мы приехали в священную деревню. Деревню, куда съезжались подвергавшиеся гонениям брамины. Священнослужители. И где хранится нерукотворный Шива Ленгам. Нерукотворный, то есть природный. Природа его создала. Смотрите, это везет обереги от всяких демонов, ходящих по улицам. Здесь есть белый священный бык, которому в ушко можно прошептать свое желание. И Шива его сразу же исполнит. Потому что, по-рекинде, считается, что Шива родился именно здесь. И появился он на свет через ухо быка. Ну что интересно, быка снимать нельзя, он священный. Я вижу. А в храм к Шива Ленгаму европейцев не пускают, потому что он был осквернен. Много лет назад, когда какая-то европейская женщина решила поголиться и вступить в контакт с Шива Ленгамом. С тех пор никого из европейцев туда больше не пускают. Я так снимаю стены для того, чтобы люди в кадр не попадали. Священная река. Говорят, что здесь еще не менее священная, чем в Иран-Азии в том же самом. Опять-таки, 6 марта здесь будет праздник. Празднуют рождение Шивы. И сюда съезжаются толпы паломников. Вот здесь проводят обряды. Пойдем. Жарко? Да. Священные знаки, видите, перед входом в дома. Смотри, здесь тоже флаги Шивы висят, как на лодках у нас, на плавене. Раньше сюда прах кидали. Вот там алтарная зона сзади. Вот сюда прах сцепали. Сейчас уже нет такого. Опять от духов, от демонов, точнее, народ туристов. Вот видите, коровка на ухе у нее тавро. Так не тавро, а знак такой. Это хозяйская корова. Ой, как красиво это для меня тут все. Здесь искусственное роженье. И вон какая зелень чудесная. Ты что пришла? Пришла. Ой, у тебя попа грязная. Тут искусственное роженье. Ой, Господи. Здесь, конечно, сплошные бомбочки на земле. Это храм для рождения. Здесь деток просят. Заходим. Там, говорят, никого нет, поэтому втихаря можно поснимать. Здесь разводится огонь. Обязательная процедура в индуизме. Здесь даже есть, вот, делаются полы, составляются вот такие красивые, там, горе, вот эти все бужи, то можно даже вызвать брамина. И горят полностью здесь все. Бычок смотрит на своего бога, на демонов. Вот эта машина теперь, которая бьет барабаны сама, чтобы все было громко. Вот он с Шеварингом. Провели уже тут все ритуалы, украсили его. Пронеслись на Пуджи, смотрите. Вот такая маленькая деревушка. Такие домики хорошие. Вот так горшки со священными деревьями стоят. Вот это улыбка. Рост на площади. С Шеварингом. Или мы сюда и идем? Так, опять развиваться. Так, конечно, бесконечно развиваться везде. Так, ну что, мы сейчас зашли в тот самый храм. Точнее, не зашли, а прошли рядом с тем самым храмом, куда нельзя заходить европейцам. Храм 1700 какого-то года. Старый. О, обезьян там ходит. С тем самым нерукотворным природным Шеварингомом. Ну что, посмотрели, посмотрели. А, что хорошего? Там бык классный был. Вот этот огромный, красивый белый бык, который, как считается, священный. И через его ухо передается сообщение самому Шеве. Вот мы там рядом постояли, пошептали. И отправили свои просьбы в Шеве. Вот это да, вот это колесница. Здесь колесница больше, чем в Хампе. Чаша, комната, купол. Вот делают комнату, а потом будет купол. В эту комнату. Вон лестницы лежат. По этим лестницам будет подниматься с брамины. Во время ночи в Махашеваратри. Купол будет. В эти пасты засовывают канаты. Каждый канат около 100 килограмм весит. Люди запрягаются, берут эти канаты. И катаются эти колесницы вот по этой главной улице. Отсюда. Отсюда, где нас высадили до конца. Это главная улочка. Ее туда-сюда катаются. С обеих сторон канаты. Люди запрягаются. Те, кто катает эти колесницы, считается, что очищают свою гарму. Смотрите, сама этой чаша около 2000 лет. Вот это, конечно, уже все наладил, но сама чаша будет еще... Ох ты, боже мой, какие там люди скачут. Так. А вот это комната дальше. Вот сюда кидают бананы. Если твой банан попал в эту комнату, в окошечко, то, значит, все хорошо. Твое желание исполнилось. Сюда запрягают канаты, вот в эти пасты. И люди вручную эту колесницу тащат по улице в ночь с рождения Шивы, в праздник. Это считается, что ты очищаешь свою карму таким образом. Также, ребят, под эту колесницу бросаются желающие. Если тебя колесница насмерть задавила, ты молодец. Ты избавился от кармы, от колеса сенсары, попал в райский сад. А если я остался инвалидом, ну что ж, такова твоя карма. Чудеса-то. Историю напридумывали. Мне вообще, вот мне безумно нравится. И просто безумно интересно, как это все устроено. И куда попадают в итоге те, кто во что-то верил после своей смерти. Тут в магазинчике люди остановились, но время дали, чтобы что-то купить. О, там трубы. Сейчас, по-моему, Игорь Сегстант опять купит. Мне почему-то кажется, что каждый попадает туда, во что он верит. И вот эти ребята, которые бросаются под эту колесницу, кто его знает? Может, они действительно в своем раю оказываются? Так. У меня тут все размазывалось уже. Ребята, жарко настолько, что у меня телефон постоянно виснет и отказывается снимать. Я его постоянно перезагружаю. О, не выдерживает этой жары. Все украшено к празднику уже. Чудесные, конечно, картины. Смотрите, ни больше, ни меньше Гранд Экспо. Выдвигаемся на полон. Ну что, друзья, мы уже у себя в домике. Мы приехали уставшие и сразу побежали купаться. как я вам сказала, очень интересно. Ну, всю нашу честную команду привезли ровно в роял тач. Ни плюс, ни минус вообще. Вот ровно туда, где мы живем. Я говорю, господи, нам даже идти никуда не надо. Они здесь обедали, ну, как бы за свои деньги обедали и купались в море полтора часа. Дальше они поехали на север, потому что практически вся группа у нас с северных пляжей Гуа была. Одни мы такие тут, бурзуи. Вот. Что я могу сказать по поводу этой экскурсии? Больше всего в экскурсии мне понравилась гид Наталья, потому что я, раскрыв рот, ее слушала всю дорогу. Она рассказывала очень много интересного и про индуизм, и про историю Индии. Боже, какое красивое облако тут у нас. И про обычаи. Она замужем за местным индийцем. Она живет в индийской семье. В общем, она приспосабливается к индийским нравам, смотрит, как у них происходят различные ритуалы. Там недавно умер свекор. То есть, да, вот она рассказывала, как это все здесь происходит. В общем, очень интересно было ее слушать. Мне ужасно не понравилось две вещи. Это автобус, но в автобусе в Индии я думаю, что практически все такие. сколько бы мы ни ездили в Индии на автобусах, это всегда какая-то, можно некрасиво скажу, скотовозка. Он очень жесткий. И вот если вы сидите сзади, вы подпрыгиваете просто на любой кочке. А по дороге очень часто встречаются как-то лежачие полицейские, но сейчас вроде я где-то считала, что не стоит их так называть. Какое-то другое название придумали или не придумали. Может, оно и раньше было. Но вы поняли, о чем я. Мы эти штуки все время тапосы называем, потому что у нас из Мексики пришлось это название тапосы-тапосы. Вот. Короче, постоянно прыгаешь вот там сзади и прыгаешь настолько, что подпрыгиваешь от сидения вверх. Ну, в общем, так. Но это не самое главное. Ладно, там автобусы жесткие и мы не раз уже с этим сталкивались, как бы морально я была к этому готова. Но, слушайте, мы три раза практически попали в аварию сегодня и мы сбили собаку. И от этого у меня просто колотун. То есть, мы сбили собаку по дороге туда. Я понимаю, что собака внезапно вылетела. В общем-то, автобус шел не более 80 км в час, потому что у них там ограничители стоят у туристических автобусов. Они не могут очень быстро ехать. Но, тем не менее, вот этот звук тела собаки, ой, резкое торможение, а резко тормозить тоже как бы этот автобус не может. Хотя как? Он может. Но когда он резко тормозит, он начинает шататься с колеса на колесо. Мы два раза чуть не перевернулись. Один раз мы чуть не вляпались в грузовик и прямо так в бок свернулись и автобус реально покачнулся. Я вот уже думала, все, мы падаем. Понимаете? И второй раз такое же было. Третий, чуть мягче было, но, в общем, три аварийной ситуации и сбитая собака. круто. Игорь говорит, по-моему, у нас не очень хороший водитель. Я не знаю, очень он хороший, не очень гнал он или... Не знаю, как бы мы в Индии с таким, честно говоря, первый раз столкнулись. Поэтому сама Гид отличная, экскурсия, ну, я не могу сказать, что она очень интересная именно в плане вот визуальном каком-то, потому что весь этот храм в Мурдешваре, то, что мы видели, ну, по-моему, в любом случае Наталья называет его Мурдешвар, наверное, так и есть, потому что всегда я слышала Мурдешвар. Короче, не буду спорить, не знаю, как правильно. что в Хампе вот эти храмы, в которые в один вообще даже войти европейцам нельзя. Ну, знаете, у нас, честно говоря, уже такая череда храмов посмотрит, на что все сливается в единую такую, в единый огромный храм и ничего уже на самом деле толком не удивляет. поэтому вот и безумно жарко было, но настолько жарко, что просто плавишься, особенно в Гакарне. Вот, поэтому вот как-то визуальный ряд, не знаю, не особо впечатлил, а вот то, что она рассказывала, я не заснула ни на минуту, я слушала во все свои два уха, пытаясь все запомнить, потому что мне банально это очень интересно. Вот, Игорю это менее интересно, поэтому он спал и скучал, спал в дороге, потом сонный и вылезал из машины, из автобуса. Но я, наверное, не буду советовать эту компанию, потому что вы можете попасть на этого же самого водителя, и вот как он вел автобус, но это фу-фу-фу. Уж насколько я пофигистка, слушайте, я вообще живу с ощущением, да ерунда, да все будет прекрасно, да какая разница, ничего страшного с нами не случится. Я два раза реально испугалась сегодня, когда вот мы чуть, мы качаться начинали в автобусе, понимаете, с колеса на колесо, то есть вот еще чуть-чуть и он перевернется. Вот, и вот этот звук, сбитый собаки, я понимаю, что это случайность, конечно, там собака выбежала на дорогу внезапно, но ой, неприятно. Вот такие вот у нас выводы. Экскурсия стоила 75 долларов с человека, ехать, не ехать, решайте сами. Если риск не отеехать, я вам дам координаты. Вообще, компания, судя по отзывам, очень хорошая, я поняла, что нам просто с водителем не повезло, может он новенький какой-то, я не в курсе. Вот, всем пока-пока, до встречи, увидимся.